Мне кажется, все-таки вот здесь, к Олимпиаде, выкристаллизовала, выкристаллизовала, дала возможность нам увидеть их в сильнейшем, что называется, образе. Но будем ждать еще Машу с Максимом. Да, а сейчас у нас на льду Татьяна Волсажар и Станислав Морозов, украинская пара. За которых мы тоже очень переживаем, потому что по уровню своего катания они достойны мест на европейском педестале. Очень достойны, да. Пожелаем им удачи. Интересная программа, уже, по крайней мере, даже по костюмам. Мощно? Исполнили, да, тройной прыжок. Наконец-таки они его исполнили. Потому что Станислав допускал все время ошибки в этом сезоне. Шикарная подкрутка. Одна из лучших в мире подкруток. Это, дорогие друзья, обращу ваше внимание, слова чемпионата мира и Европы. Этому можно верить. Вот какой хороший, да, Маш? Хороший, да. Хорошая поддержка. Чистый выезд. Выброс. Отлично. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо отжались. Хорошо, да. На меньше, что скорость на вращение очень хорошая. Очень хорошая. Уже видно, что предпоследняя разминка и как увеличилась у всех пар скорость на вращение. То есть то, что мы смотрели до этого, было намного медленнее. Это были не те пары, да. Дорожка шагов. Сейчас держать, держать, потому что часто Стас как-то начинает сникать на дорожке шагов. Очень часто, да. Но в этот раз он исполнил параллельный прыжок, поэтому я надеюсь, что он не снигнет. Сложная дорожка. Скажем, на жаргоне навороченное. Навороченное. Но этого требуют правила. Тодос. Наконец-таки они справились со своей короткой программой. Просто молодцы. Просто молодцы, да. Потому что у них очень мощные элементы и всегда обидно, когда из-за какого-то, можно сказать, прыжка страдает вся программа. Потому что вот Стас как раз-таки сникает после неудачного исполнения. Ну, в данном случае из-за какого-то прыжка, это из-за тройного тулупа, да? Да, да. Ну, не из-за какого-то, а из-за сложного прыжка. Ну, понятно, да. Но они справились с этим тройным тулупом. Но для него это очень легко, что самое интересное, потому что тревог он исполняет это легко. Ну, наконец-то Стас, наконец-то он чувствует себя не только просто спортсменом, который вынужден исполнять предписанный элемент, а чуть-чуть артистом, что очень все-таки важно в фигурном катании. И вот это вот легкое кокетство с девушкой, которая... С маленькой, да. С маленькой девочкой, да, которая успела раньше его к игрушке. Мишку забрать. Ну, наконец-то мы увидели вот этого Стаса, который хоть как-то проявляет себя, потому что, конечно, вот именно его артистизма, его отношения в этой паре не хватает, на мой взгляд. На мой взгляд не хватает. А Танечка, умница. Танечка из Непелепетровска, Стас из Екатеринбурга. Шикарно, да? Да, шикарно. Какая высота пройдет. На уровне... Да, на уровне, на уровне. Смотрите, на какой высоте исполнен выброс. Просто молодцы. Просто молодцы. Да, сначала они тренировались у Галины Кухар, но вот уже последние сезоны они уехали в Германию и тренируются у Инга Штуэр. И вот такая вот группа подобралась у Инга. Все начиналось с Алены, Савченко, Робина Золкового. Потом подъехали как раз Таня со Станиславом. И затем уже прибавились еще и британцы. Но это очень хорошо. Британцы, а швейцарцы, прошу прощения. Это очень хорошо. Очень сильная группа. И есть к чему тянуться, смотреть на дружбу. Самое любопытное, что вспоминаем события давние-давние, когда Станислав Морозов катался в паре с Аленой Савченко. И они были чемпионами мира среди юниоров. Но та пара распалась, образовалось две новые. Одна стала лучшей парой Европы и мира последних сезонов, а другая стремится взойти на европейский пятистол почета. Напоминаем, 73 балла и 92 сотых. Это результат Юка Кавагути и Александра Смирнова. 67,6-х. Стас недоволен. Да нет, мне кажется, что очень даже доволен. Мне кажется, они хотели 70 баллов, они хотели, да, превзойти. Но впереди дело в том, что впереди еще Мария Мухортова, Максим Траньков, а главное, что впереди... И Алена Савченко и Робин Шелков. Да, поэтому судьи... Соревнования...